Это Игольский район, Петровый Восток, свалка, которая не то что причиняет вред местным жителям, да, своим запахам, да, это несет угрозу здоровья им лично и детям, которые уже есть и которые, соответственно, планируются семьями, молодыми в будущем. Я что-то там чувствую запах? Я сейчас был в Поповское, да, Игольский район, вот, и там запах чувствуют. Люди говорят, что сначала, года в год, расстояние, то есть, постоянного запаха увеличивается, значит, вот с трех километров уже доходит до сорока. Запах чувствуется уже и в Колумбии, да, и в Игольский непосредственно. А представляете, что, значит, происходит с людьми, которые живут непосредственно? Вот если раньше, мы жили, когда до одного, как появился ЛГБО, раньше мы по погоду слушали, нам было интересно, будет ли дождь, никакая температура. Знаете, сейчас о чем мы думаем? Откуда будет ветер? Они вмажили он в сторону, а закрыли окна на ночь. А что делать? А дети, если у меня их рвет от того, что они чувствуют этот запах, собаки не выходят на улицу, когда так воняет. Вы понимаете, вы что даже не дружите? То есть, население страдает так, что вот, ну, уже просто сил никаких нет. Обращаемся к властям, и вот, ноль реакции. Они уговорили, то, что в течение двух-трех недель они сделают так, что здесь будет типа райского сада, выяснят причину всего того, что происходит. Пытались убедить нас в том, что запах идет не со свалки, ну, зал просто хохотал. Значит, если бы было сделано все изначально, вот так, как мы смотрим технологии, может быть, было бы все нормально, но они получают средства основные не от качества переработки, а от количества завезенного дерьма. Поэтому заинтересованных в том, что сюда и на дерьмо водят как можно больше, денежка капает. А на все остальное, например, вот. Вот, пробу воды мы взяли две, то есть, одна еда официальная для МАЭМ. Результаты у нас уже тоже есть, там превышение получается 118, примерно 119 ПДК. Вот, это, можно сказать, просто кисель. Я еще добавлю, по грунтовым водам, вот, и то есть, весь этот смрак с кучей, он, я больше, чем уверен, что на 50% он находится в земле. Бардак полный, то есть, на переработка завода максимальная 3% от всего привезенного мусора. Больше завод не может переработать или не хочет, я не знаю. Хочу что сказать, что превышение по сероводороду, вот, фиксирую регулярно, каждый день по несколько, превышение в разных населенных клубах. Последнее было, вот, не последнее, а самое грубное превышение было, это 13 февраля 8,8 раза превышение предельно допустимых концентраций по сероводороду. Также, у тех, у кого астма, люди жалуются, особенно, чувствительно, детишки маленькие, груднички. У нас чат, да, аллергики, чат переполнен жалобами, что детишки просыпаются по ночам. Старики, даже, вот, готовы, если у вас есть время проехать на горке, там, бабульки, попросили вы за телевидение, потому что им наносимо стало жить. И, также, животные, вот, дели, видели животных, как бы, да, они говорят, что животные очень чувствительны, как бы, тоже к этому запугу. Уже бежики убежали, да. Да, да, с леса, с леса, с леса, с леса выходят животные уже, да, ну, как бы, при помощи, наверное, у животных. Остановлю, ты их им говоришь, ты почему вот этих не тормозишь? Он говорит, а ты знаешь, какая у них крыша? А я им говорю, а хай, а я говорю, мы там по закону живем или по крыше, это у нас будет жизнь, понимаешь? Кто требует? Итог. Мы требуем, какую давайте вместе решить. Сначала, приостановить, приостановить, исправить, не исправили, закрыли. Это ликвидировать, ликвидировать, не закрыть. Ликвидировать, заплатить, все убрать, да, выщерить, но за позаботу. Люди не должны держать этими факторами.